Всем добрый день, мои хорошие! Меня не было какое-то время, хотя вы это время не заметили, потому что это видео должно выйти не с большим перерывом, или регулярно получится мне его выпустить. Но на самом деле я три дня ничего не снимала. Я вот как сняла в субботу с Настей, фикс прайс, и после этого в воскресенье, понедельник, вторник, ничего не снимала, отдыхала, 8 марта, в общем, находилась тут дома. И, в общем, на самом деле, честно, просто хотелось побыть немножечко в покое, никуда не хотелось идти, при том, что мои дети, как я поняла, они там не планировали никаких встреч. Но на самом деле, кстати говоря, один вопрос мне задала подписчица в комментариях, почему вот долго вас не видно с Денечкой, вот сейчас с Настей, да? То мне писали, почему вы всё время с Деней, с Настей вас редко можно увидеть. Теперь я с Настей, с Деней меня тоже не видно. Объясняю. Я на самом деле нахожусь обычно там, где я нужнее на данный момент. Вот на данный момент я нужнее побыть с Настей, потому что Наташа, невестка, у неё сейчас сменщится. В отпуск ушла, и Наташа работает без выходных, каждый день, по 12 часов. И поэтому сын тоже работает до 8, в общем, поэтому Настю забирать с садиком не приходится. И быть с ней вечер, пока не придут с работы родители. Ну и при том, что у неё тренировки там идут через день, на тренировку отвезти. В общем, на данный момент моя помощь нужнее здесь, с Настей. Деня пока в садик не ходил, пока он был дома. А дочка, так как она работает на дому, можно так сказать. Поэтому мне периодически нужно было посидеть с Деней для того, чтобы дочку выпустить из дома, и чтобы она могла побыть одна, где-то развеяться, чуть-чуть прийти в себя. Потому что тяжело работать на дому, при том, что когда ребёнок маленький, постоянно дома и в садик не ходит. Сейчас у неё уже стало легче, в садик она отводит. И, в общем, за целый день, пока она одна, она уже успевает поделать какие-то свои дела. Ну и также отдохнуть одна, без ребёнка. Вечер с ребёнком раз-раз спать уложила. И, в общем, выходные пока что она с Деней. Ну, я знаю, что это вот сейчас ещё вот эту неделю. И уже на следующей неделе всё должно стать на свои русла. В общем, как и было. И все будут работать уже в своём режиме, в своём графике. И тогда всё будет нормально. Иногда Настю забираю, когда совпадают у мамы с папой графики. Ну, выходные туда еду, к дочке из Денни сижу. Всё будет хорошо, всё будет нормально. С двумя детьми одновременно я сидеть не могу. Сразу говорю, потому что... Ну, Настя сейчас, она достигла того возраста, когда с ней можно разговаривать, и с ней можно договориться. Она понимает. И когда один на один взрослый ребёнок, это ещё вот как бы нормально, это ещё всё это терпимо. Деня, он помладше. С ним договориться по-другому надо договариваться. Ну, с Денней наедине как бы я ещё могу, с Настей наедине могу. С ними вместе, с двумя я уже не вывезу это всё. Вот такая вот голова, я не справлюсь. Пока что ещё нужно подождать, пока Деня немножко подрастёт, чуть-чуть до уровня Насти. Вот тогда чуть-чуть постарше. Они оба будут, и тогда будет мне проще уже с ними, с двумя. Вот. Ну, и потом у меня, например, тесно. Где здесь дети? Им же надо побаловаться, побеситься, побегать, попрыгать. Где в моей комнатушке им это делать? У меня на самом деле жильё не заточено, не подготовлено для детей. Ну, Настя, она что? Она придёт, там вот у неё уголочек, и она там занимается, рисует, лепит, там с куклами играется. То есть, ну, она девочка, она поспокойнее. А Деня, конечно, это вот беготня, прыгать, дня и всё такое. Так что, вот, когда ребёнок вот такой вот бардак наводит, лучше я туда поеду, и пусть он у себя дома. Там его игрушки, он там себя комфортнее чувствует, я там побуду и приеду домой. Здесь тишина, покой, уютненько и всё. Судите меня, не судите, но извините, так, вот так. Вот, ну, а что было за эти дни? Особо ничего не было. 8 марта, в общем, дочка, она ничего не планировала, потому что 9-го там ей надо было к зубному идти. Она приехала, мне цветочки подарила, поздравила и, в общем-то, уехала. Всё, даже не заходила в гости. Сын тоже с утра зашёл, подарил цветочки, поздравил и тоже ушёл. У них там свои планы, они там с кумовьями собирались там какое-то мероприятие организовать. В общем, я с удовольствием пробыла одна. Вообще, я вспоминаю, что вот раньше, когда я ещё работала, я предпочитала 8 марта и 25 марта работать, не сидеть дома, потому что это праздники, 25-е у меня день рождения. Я не люблю вот эти вот праздничные, вот эти движухи, я не знаю, мне в молодости это нравилось, а потом что-то мне стало это всё, какой-то грусть печаль навевать. Лучше этот день на работе провести, вот там и то, как-то это всё легче проходит и всё. Вот, так что вот только так. У Наташи один выходной был 8 марта, поэтому всё с 9-го, пошли все работать и всё. Ну, а я сегодня проснулась, обычный день. Думаю, надо же уже что-то покушать, приготовить. Уже вот кастрюлька стоит. Я сварила супчик с корочкой, с лапшичкой, такой лёгенький. Уже всю эту еду уже подъела, которая была такая, ну, не праздничная, ну, праздничная, не праздничная. В общем, много было всего. И сегодня уже вот сварила суп, ну, не знаю, может быть, ещё что-то приготовлю сегодня. Но я сегодня уже особо готовить ничего не собираюсь. Посмотрим, что там Настя захочет. Ну, может быть, что-нибудь лёгкое. И мне-то, собственно говоря, уже скоро, через часик, даже меньше, уже топать надо в садик и забирать Настюху. На улице у нас погода холодная. Хоть и солнышко сегодня светило, но всё равно минусовая температура, такой небольшой минус. И ещё до конца недели у нас будет минус. Но это вообще похолодание по всей России. Я так посмотрела новости. Надо ещё потерпеть недельку. На следующей неделе уже пойдёт погода на плюс. Правда, дожди будут, но всё равно уже морозы, я надеюсь, закончатся. Ну, всё, девочки. Вот я вам так отчиталась. Коротюсенько, да. А ещё что хочу сказать. Сейчас посмотрела влог дочки, где она, ну, вот она когда приезжала, мне цветочки вручила. И я ей тогда сказала, послушай, Димаша, я просто от него тащусь. Я не могу, я умираю. Вот. И она послушала, и вот она сняла свою реакцию. Конечно, там до слёз, до слёз всё это проникновенно. Я сейчас зашла, почитала её комментарии. Ну, только казахи пишут, что это наш земляк. Ну, жалко, мне очень жаль, что в нашей стране он малоизвестен, так сказать. Хотя он во всём мире уже очень известен. Он очень популярен в Китае, в других каких-то странах. В Америке выступала тоже там жюри, там на слезу прошибает, плачет всё. Но я вам хочу сказать, девочки, на самом деле я работала певицей в ресторане. Я знаю, что такое вокал. И многие были у меня в течение моей жизни, много было у меня певцов, которые мне очень нравились своим вокалом, которых я слушала и не могла наслушаться. Но вот такой феномен, как Димаш, я слышу впервые в своей жизни. Я послушала много его песен на разных языках и реакцию вокальных учителей на его песни. Он поёт безукоризненно. И у него не просто вот необычный голос, а он может настолько проникновенно, как-то вот растворяешься в его песне и вот так послушаешь одну-вторую песню. Потом, допустим, хочется ещё и ещё что-то послушать. Я слушаю, когда есть время, никуда не спешу. Я наслаждаюсь, просто балдею, честно говоря. И мне ничего в этой жизни уже больше не надо. Ну, каждый раз после его песни, потом, когда вот очухаешься и думаешь, господи, где я, что я вообще, что здесь я делаю вообще? В космос улетаю, да. Ну, оценить такой вот, вот именно необычайность, оценить могут люди, которые каким-то образом соприкасаются с музыкой. Либо музыканты, либо вокалисты, либо преподаватели по вокалу. Люди, которые знают музыку, они, которые понимают, в чём необычность, вот его феномен, так сказать, в чём необычность голоса вообще. Вот те люди могут, конечно, поразиться. А обычные люди, которые в этом ничего не понимают, ну, могут и не найти ничего удивительного, как бы, да. Ну, подумаешь, ну, да, поёт хорошо. Ну, и всё. Вот, ладно, девочки, не буду донимать вас своей любовью к Димашу, потому что я так понимаю, что не все его знают, ну, наверное, малые вы людей, я так понимаю, знают, судя по комментариям, которые я почитала у дочки. Кто-то даже слушал и не понял, в общем, в чём, в чём, что, что, что такого. Вот, поэтому, если кому любопытно, любопытно, если кому интересно, вот, можете просто набрать в интернете Димаш Кудайберген и послушать его песни, послушать песни разные, и посмотреть на реакцию. И его не просто послушать, лучше даже посмотреть, потому что слушать – это одно, кажется, что разные голоса поют. Это один человек, он поёт тремя-четырьмя голосами, он переходит с одного на другой. Вот, лучше смотреть, конечно. Когда уже посмотрели, знаете, как он поёт, тогда можно потом ещё и слушать, наслаждаться. Так что, кому интересно, любопытно, можете в интернете его найти, посмотреть, послушать, и кому-то, может быть, откроется вот такая вот новая, необычная звезда по имени Димаш. Планета по имени Димаш. Ну, я перед его талантом, конечно, снимаю шляпу, просто слов нет. Ну, всё, мои хорошие, собираюсь, иду в садик, одеваюсь, иду в садик за внучкой. Хочу показать вам цветочки хоть чуть-чуть. Я уже распаковала розочки, это дочка дарила их в красивой такой оранжевой упаковке яркой. И вот это гиацинт, или как это называется, цветок, сын тоже подарил. Так что, вот, сегодня я водичку поменяла. Стараюсь продлить им ещё жизнь. Ну, вот, вышла я наконец-то на свет божий, девочки. Воздух слегка морозный такой, но температура, судя по лужам, около нуля. Так, наполовину замёрзшу, наполовину нет. Но ветра нету, это радует. Решила пройтись тут по проволочке, здесь тише. Над дорогой очень шумно. Ну, хоть прогуляюсь. Три дня из дома не выходила. Ну, не хотелось, девочки. Нахожусь в зоне комфорта. Такой не кайф на улицу выходить. Продуктами затарилась. Мне ничего не нужно было. Солнышко там выглядывает, да? Чуть-чуть. Вот. И всё. Сидела дома. Смотрела сериалы. Кстати, посмотрела сериал «Экспроприатор». 16 серий. Наш фильм. Ну, мне понравился такой жизненный. Зацепил хороший фильм, сериал. Ну, всё, пошла я дальше. Всё. Мы с Настюшей пришли. Я говорю, доставай. Я все игрушки её сложила в одно место. Я говорю, доставайся, что хочешь. Выбирай и занимайся. Ну, вот выбрала она. Я так и знала, что она выберет мозаику эту. Ну, пусть занимается. А я вам покажу, что я там купила пока. Шли мы из садика. Зашли в пятёрочку. Ну, вот это вот внучечка попросила. Нравится ей вот эта Донисима. Сейчас дам ей покушать. Вот этот она выбрала йогурт. Ну, я, как всегда, соки вот эти вот нам нравятся. Так, взяла сметанку, девочки. Взяла по акции. Смотрю, вот это кофе стоит 279 рублей. Ну, в два раза дешевле. Я вот как раз жду, когда акция, хоп, и беру. У меня там ещё есть, но уже меньше становится. А вот либо Голд беру не с кафе, либо Якобс Монарх. В принципе, разницы особо нету. Ну, как всегда, Активию вот эту я взяла натуральную. Домашние вот эти огурчики. Я иногда беру хрустящие, иногда домашние. Но вот эти, по-моему, тоже по акции. Свежий огурчик взяла. Вязанку взяла докторскую. И хлеб уже, отрубной хлеб взяла. Сейчас что-нибудь придумаем покушать. Что ты там кушаешь вкусненькое? Как называется, запомнила? Данисима. Данисима. С шоколадными вот этими шариками. И чудо-йогурт. В общем, Настя выбрала себе вкусняшки, да, в магазине? Это коктейль. Коктейль. Шоколадный чудо-йогурт. Ну, давай, наслаждайся. О, какую красоту Настя выложила. Говорила, не справлюсь. Села и справилась. Молодец. Это самое сложное. Вот зеленое, это не сложное. Сложное. Среднее, это вот. Зеленое, это не сложное. Оранжевое, это среднее. А красное, это уже самое сложное. Вот я попробовала самую сложную. Смотрите. Вот видите, красное, значит, это самое сложное. Есть самое-самое сложное, которое у нас здесь. Это башня. Но я ее уже сделала. Ну, сделай еще что-нибудь сложное, давай. Настя изъявила желание съесть макароны с огурчиком грустящим, но отказалась от сосиски. Может быть, все-таки будешь сосиску? Ну, как хочешь. Ладно, если захочешь, скажешь. Ну, а я буду то же самое, только с сосисками. Сейчас еще кетчупа туда положу. Хозяюшка ты у меня. Какая молодец. Как хорошо, когда ребенок игрушки достанет, поиграет, соберет, на место положит. Вот красками рисовала, сейчас чуть-чуть там по мелочи накапала, да, на стол. Дай, говорит, бабушка мне тряпочку, я сама вытру. Умничка ты. Потому что грязная. Умничка, говорит, на грязном нельзя снимать. Да. Ну, молодец, молодец. Скоро уже родители придут. Вот сейчас уже одеваться будешь. Настюша знает, что бабушка любит, да, дисциплину, порядок, чтобы чистенько было, чтобы внуча слушалась. И мы сей тут прекрасно ларим. Ну, потому что когда грязно, некрасиво снимать. И все будут только писать. Тюлечка, я сейчас камеру на себя направила. Сюда иди. Если грязная, тогда снимать некрасиво. И тогда тебе будут писать тоже что-то плохое и некрасивое. И лайки только будут... Лайки вот так будут ставить. И писать, что некрасиво, некрасиво. И это мне будет жалко. Зайка ты моя. Все, я пошла на тряпку. А куда тряпку положить? На мойку положить. Вот, так что все. Прекрасно провели вечер с Настюшенькой. Так тихо, спокойно, дитё играется. Я ей там сложила все игрушки в один уголок. Вот там она уже сама достает, сама складывает. Все. Да, умничка? Да. Все, скажи всем девочкам до свидания. До свидания и мальчикам, и девочкам. И всем спокойной ночи. Все. Ну, а мы с вами еще увидимся. Ну, если не сегодня, так уже завтра. Девочки, смотрите, какой закат. Ой, я как раз вот на остановочку подошла. Настю отвела на тренировку. Красиво. Так здорово. Всем добрый вечер, девочки мои. Я вчера Настю проводила и все. Уже ничего не снимала. А сегодня была занята целый день. И тоже ничего не снимала. Да, в общем-то, ничего такого интересного я и не делала. Сегодня. Сделала только оливье, но не стала его снимать, потому что все знают, как делать оливье. И при том, что каждый делает по-своему. Мне что-то оливье захотелось сегодня. Я решила его сделать. Сегодня я забрала Настю с детского сада, отвела ее на тренировку. Сын ее заберет. А я вот решила уже перед сном немножко с вами поболтать, компенсировать свое отсутствие, так сказать. Ну и сделать небольшой уходик такой за лицом. Так, мицеллярочка я протерла. Мицеллярочка у меня вот эта вот. Это у меня фаберлик. А сейчас я хочу сделать маску. Маску это Реноваж, тоже фаберлик. Нанесу я ее кисточкой. Не хочу руками наносить. И решила немножко с вами так вот поболтать. Сняла вам закат. Я не знаю, как там красиво получилось или нет. Но так получилось, что я как раз вышла на улицу, смотрю. А там солнышко садится. Так красиво, прям над дорогой. Ну, машины ездят, конечно, шумно. Шумно ездят. На улице снимать невозможно. Масок у меня полно всяких разных. Я экономить не буду. Нанесу ее щедро в лицо. Вообще масочка хорошая. Вот это она такое. Лицо делает мягкое-мягкое, нежное-нижное. Я ее подержу минут 15-20. Потом я ее смою, удалю. И нанесу ночной крем Реноваж на лицо. На ночь. У меня новостей для вас никаких особо нету. В комментариях вопросов задают мало. Ну, такие вопросы, которые... Я сразу отвечаю, там и все. Я уже думаю, девочки, может быть, мне снять видео, вопросы, ответы. Потому что иногда вы мне какие-то вопросы задаете. Если вас что-то интересует, напишите. Если, конечно, потянет на целое видео, будет целое видео. Если не потянет, я просто во влоге в каком-нибудь вам отвечу на ваши вопросы. Что интересует, спрашивайте. Кстати говоря, если кого интересует... Мое самочувствие после второй прививки. Уже почти неделя прошла. Завтра неделя уже будет. Вот. Чувствую себя прекрасно, отлично. Очень хорошо себя чувствую. Ничего не беспокоит. Абсолютно вторая прививка вообще прошла почти незаметно. Так что все хорошо, все отлично. Девочки, не буду я вас долго томить. Это видео у меня получается коротеньким. Но дело в том, что я просто подумала, что завтра днем. У меня тоже нет никаких особо дел. Никаких особо планов. Нового ничего вам сказать пока что не знаю. Ничего. Вот. Ну, завтра я опять-таки Настю заберу с садика. Вечером будем дома. Ну, опять будем играть. Все как всегда. Ничего нового. В общем, если что-то новое будет, я тогда начну новое видео. А это видео, чтобы уже вы его увидели, посмотрели скорее. Чтобы не соскучились, не успели за мной соскучиться. Я это видео хочу уже смонтировать и выпустить для вас. Поэтому я на этом хочу с вами попрощаться. Ну, как всегда, кому видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok